Мурашка, пожалуйста, Михаил Альберт. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, коллеги. В период пандемии мы столкнулись с взрывным ростом потребления средств индивидуальной защиты во всех медицинских организациях. И необходимо отметить, что зарегистрированных на территории Российской Федерации отечественных и зарубежных медицинских изделий, используемых для защиты медперсонала, было до периода начала подъема инфекционной заболеваемости фактически в два раза меньше, чем на сегодняшний день. За полтора месяца зарегистрировано на территории Российской Федерации 407 медицинских изделий, и только за последнюю неделю зарегистрировано больше 30. И 91% из них это отечественное производство. Я хотел поблагодарить губернаторов, особенно губернатора Ивановской области. Мы отрабатывали фактически в ручном режиме, с лабораториями даже, тестировали образцы материалов, из которых можно было изготавливать средства индивидуальной защиты, и фактически сразу же их ставили на производство для того, чтобы обеспечить медицинские организации. Хочу сказать, что на сегодняшний день, конечно же, запасы в медицинских организациях значимо увеличились, и особенно это касается для красных зон и приемных покоев медицинских организаций, то, что используется на скорой помощи. Мне хотелось бы отметить, что защитные костюмы, фактически ранее мы в небольшом объеме их использовали, сегодня их запасы увеличились по сравнению даже с началом эпид-процесса практически в 15 раз. Поэтому безопасность медицинского персонала является предметом контроля Росздравнадзора в обязательном порядке. И, как уже Денис Валентинович сказал, в планах стоит закладка средств индивидуальной защиты для резервных фондов, для случаев, если придет вторая волна, но и вообще для экстраординарных ситуаций мы запланировали финансирование совместно с Министерством финансов в план. Ну и сейчас еще одна инновация, это мы подготовили закон изменения в нормативно-правового регулирования, где вводится такая же норма, как по лекарственным препаратам обязанность уведомлять надзорные ведомства об объемах, вводимых в оборот, в гражданский оборот медицинских изделий, для того, чтобы мы четко понимали объемы, все, которые используются на территории Российской Федерации, по лекарственным препаратам у нас такая норма действует уже 4 года и позволяет нам оперативно управлять. Хочу отметить, что вообще в этот период отечественная промышленность показала себя хорошо, потому что фактически и подъем увеличения производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, в основном, конечно, опирался на отечественную промышленность. Поэтому развитие отечественной промышленности мы считаем приоритетным для того, чтобы иметь стабильное обеспечение медицинской отрасли в целом. Доклад закончил. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо.